Судовые записи И впереди за этими камнями, за этими блоками Также задняя часть Национальной библиотеки Это музей археологии, также основанный Королевой Забовой II В 19-м веке музей, очень богатый Более 40 залов, посвященных истории человека От его истоков до практически наших дней Часто очень устраиваются временные интереснейшие выставки В конце этой улицы, по ходу нашего движения автобуса Вы видите ворота, сейчас к ним подъедем Ворота Порта Алькала Это одни из пяти въездных ворот Мадрида Которые сохранились от старого средневекового Мадрида Ворота были перестроены в 18-м веке при Карле III Королю было предложено много различных проектов В частности, пять проектов Вентура Рудригеса Но он был очень капризным человеком и все их забраковал И свой выбор остановил на двух проектах архитектора Саботини Саботини предложил королю два совершенно различных проекта Король, будучи плюс ко всему еще и рассеянным человеком, подписал оба И Саботини, не желая указывать королю на его рассеянность Пришлось сделать две стороны арки по двум различным проектам Это можно видеть с одной стороны колонны, с другой стороны пилястры И разные композиции наверх и вверху, как бы вверху этих ворот И слева от вас тот самый сад Ретсира, уже хорошо вам знакомый Мы его сегодня проезжали Вот сейчас мы выезжаем на улицу Алкала Это одна из самых старых и длинных улиц города Начинается у площади солнечных ворот, порта Соль И заканчивается уже фактически в районе аэропорта И прямо перед вами, по курсу, еще раз в центре площади Сидит вот та самая богиня Сибелес В колеснице, закряженной двумя львами Слева от вас уже показывалось здание, похожее на свадебный пирог из белого крема Это бывшее здание почты художников И впереди справа, за деревьями, за решеткой Здание из красного кирпича Это бывший особняк герцогини де Альба Кокетана де Альба Той самой, которую, как многие романтические личности считают Запечатлел Гоя в своих обнаженной и одетой махах Герцогини в этом здании пожить не успела Умерла до окончания постройки Здание перешло к министру Карлу IV Мануэлю Гадою Он также не успел в нем пожить И сейчас это здание, это центральный штаб Генеральный штаб армии И сейчас мы выйдем с вами на тоже очень красивую центральную улицу Мадрида Улица Гран-Бия Главная или большая улица Которая застраивалась в конце 19-го, начале и середине 20-го века Монастырь церкви не сохранился К сожалению, церковь была основана в 17-м веке Именно здесь в свое время принял монашеский сан Лопе де Вега Значит, улица, на которой мы сейчас выехали, имеет форму ломаной Состоящей из трех звеньев Не случайно, поскольку при застройке этой улицы Нужно было сохранить во что бы то ни стало три церкви Но одна из них уже потеряна Значит, первый участок этой улицы Здесь царит дух Парижа Видно по фасадам, очень красивом здании Ширина улицы равна высоте зданий 25 метров Такое было условие для работающих архитекторов Архитекторы были только испанцы Здесь меняется полностью уже архитектурный стиль Скорее всего, можно сказать, что здесь царит дух Бродвея, дух Нью-Йорка И ширина улицы и высота зданий уже 35 метров Улица явно расширяется здесь В конце этой улицы такое утюгообразное полукруглое здание Швепс-Водохоне Это отель Капитоль Во время гражданской войны Второй Республики Здесь жили советские военные руководители Которые помогали Испанской Республике Затем в 40-е годы сюда переехали Здесь всегда жили звезды мирового значения Типа Франко Синатры, Грегори Пекова, Гарднер и других известных артистов Долларов, засунутыми в задний карман джинсов И так далее, чтобы не провоцировать, как бы не вызывать нездорового интереса У этой определенной категории населения Вообще, в принципе, остальное все очень спокойно Покенисты, вот видите, здесь даже расположились сейчас Вот, и сейчас мы выезжаем на третий участок улицы Грампия Самый современный Последнее здание построено здесь отель Вашингтон в 1955 году Здесь меняется и высотное здание, и архитектурные стили То есть, короче говоря, царит стиль эклектики Вот, и прямо перед вами высокое белое здание, высокая башня Это первый небоскреб Мадрида Россия, Москву, Санкт-Петербург, без фотографий с Дон Кихотой и Санчо Панса Вам могут не поверить, что вы были в Мадриде Броссия, которая посвящена не только Дон Кихоту, Сервантусу И вообще испанскому языку и испанской культуре в целом Вот слева от вас микают желтые лампочки Это театр Лопо де Вега И там сейчас дают мюзикл «Мама Мия» На основе песен и музыки известного шведского ансамбля «Абба» Вот, мюзиклы все в Испании, абсолютно все музыкальные спектакли Все переводные на испанский язык Видимо, поэтому испанцы не так хорошо владеют английским И фильмы, абсолютно все у испанцев всегда переводное Кирцогиня Каэтана де Альба Пра-пра-правнучки той самой, которую обожал всю жизнь Платонический Гоя Это самая богатая женщина-аристократка Испании У нее 50 титулов Больше, чем у самого короля И 20 раз она грант Испании Имеет владение территорией замки-особняки По всей стороне от севера до юга Вот, сейчас мы, значит, последнее усилие Последние 2-3 минутки И мы с вами выходим возле Королевского дворца Выходим быстро, потому что там, где автобус наш Наш будет высаживать Категорически нельзя даже делать остановку Здесь раньше находились королевские конюшни Затем был построен особняк архитектора Саботини Он не сохранился И сейчас раскинут очень красивый сад Он так и называется, сады Саботини Сады 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 Продолжение следует...